Ребят, перед началом ролика хочу вам посоветовать канал Дэвил по Клэш Роялю. Я на этот канал тоже подписался, на этом канале очень много разобразных рубрик, разные колоды, также есть фанатаки. И еще одна интересная рубрика, это первое видео популярных ютуберов. Тут даже есть про меня видео, первое видео Аурума, Тащерики, ГМФТГ, Рувина, Зебраила, ГХГ, Экса. В общем, ну это реально интересно, зайти посмотреть, парень старается. В общем, обязательно заходите, подписывайтесь. Вот, если не подпишетесь, то вам не выпадет лего. Вот, подписывайтесь, ребят, ссылка оставлю в описании, поддержите, парни. Привет, дорогие зрители, давно у меня не было рубрики Гранды на 12 побед, и вот решил я возобновить эту рубрику. Мой подписчик катает сейчас Гранды, причем неплохо, относительно постоянно делает, ну давайте посмотрим, 12, 8, 12, 12, 11, то есть, ну, именно этой колоды, которую я вам сегодня покажу. То есть, это хороший пример, то, что этой декой можно играть. Так же, вот эта колода, так же этой декой он выиграл топ мира, который находится на 22 месте, 6400 кубков, именно этой колодой. То есть, сейчас мы посмотрим и разберем эту деку. Значит, колода с големом, и, получается, еще две легендарных карты есть, ночная ведьма и призрак. Но сейчас это, кстати, мета-деки пошли с призраком в испытаниях с Хогом, по-моему, с мега-рыцарем, с шахтером, и вот с големом. Есть еще спаллбейт, по-моему. И призрак, короче, какой-то стал универсальной картой, он практически в каждой колоде есть, поэтому, если вы спросите, чем заменить, ну, в принципе, ребят, можете взять вместо призрака мини-пеку ночную ведьму не заменить. То есть, она нужна здесь, это однозначно, это 100%. Если у вас ее нету, ну, на крайняк, на крайняк можно взять обычную ведьму. Но, опять, это будет уже не то, имейте в виду. Конкретно эта колода реально показывает неплохие результаты. Вообще, я люблю колоды с големом, но есть один минус. Нету сборщика эликсира. Но, как показала практика, он здесь и не нужен. Собственно, давайте откроем сундук за 12 побед. Попробуем ему выбить легендарочку. Вы уж, на всякий случай, поставьте сейчас лайк, подпишитесь на канал, дабы выпало лего. А это должно работать. Давайте посмотрим. Посмотрим. Так, пошли эпические карты, еще эпические карты, еще эпические карты. И, блин, ну что ж так в конце обломало-то? Ну, в целом... Ой, фу-фу-фу-фу-фу. В конце говна навалило. Вот, в целом, неплохой сундук, за исключением гигантского скелета и клон спелл и элитных варваров. Да, все-таки средний сундук. Так, что тут у нас за квесты? Давайте заберем награду. Ну и, в принципе, давайте перейдем к повтору и посмотрим вот этот повтор против топ игрока, который находился в 22-м месте в мире. Окей. Кстати, какая-то колода странная у этого игрока. Мортон, его ник. Охотник, шахтер, этот, хотел сказать, мушкетер, как его я забыл, охотник, хантер, вот, опять же, призрак. Ну, в общем, давайте смотреть. Значит, насколько я знаю, если ты играешь с големами и у тебя нету сборщика, то, в принципе, можно голем оставить в начале игры, не ждать двойного эликсира. Но, опять же, все зависит от цикла карт. Если у тебя в цикле есть, допустим, хижина гоблинов, то, я думаю, что лучше поставить ее, нежели выбросить голема. Так, Декстер понимает, что справа ему не задефать, и он просто выбрасывает ночную ведьму к голему. И, в принципе, хорошо проходит, но противник ядом и бревном убирает ночную ведьму. Но мы еще подкинули летучку, который неплохой такой радиус, и она помогает нам добивать левую башню. В принципе, получился такой обмен. Ну, по крайней мере, планировался получиться обмен. То есть, он забивал на деф, и решил идти пушить, чтобы получился обмен по вышкам. Но, получилось так, что мы вышку забрали, а противник каким-то чудом, я не знаю, как, там был шахтер фул и призрак фул, каким-то чудом он ее не забрал. Но сейчас, конечно же, яд плюс шахтер добивает башню, но у нас уже накопилось 10 эликсира, и ставит Декстер голема. После голема, я думаю, что будет, я бы мегаминьона выбросил, но он, я так вижу, выбрасывает призрака. В принципе, я думаю, не имеет значения, что выбросить после голема. Вот. Противник тоже идет на левую сторону, но ему сейчас, естественно, будет немножко сложнее задефать. Но, опять-таки, я не понимаю, почему он взял охотника. Вроде бы, не самая такая популярная карта. Вроде бы, ну, она прикольная, да, охотник, но она не сильная. То есть, я не знаю, зачем он ее взял. Хотя, вот смотрите, вот сейчас голем подошел в притык к охотнику, и он его полностью уничтожил. Но, к сожалению, голем взорвался все равно возле башни и нанес своим взрывом урон. Летучка, это вообще, это жесть просто. Она, у нее расстояние нереальное. То есть, она реально сейчас стала нереальная, реально, короче, извините за тавтологию. Вот, просто так получилось, что к этой колоде и мегаминьона берут, и летучку. Я немножко не понимаю, почему. Вроде бы, мегаминьон, либо летучка, это, ну, то есть, можно выбирать либо то, либо другое. А тут и то, и другое есть в этой деке. Не знаю, почему. Вот, но летучка, естественно, будет получше мегаминьона, потому что, во-первых, расстояние. Это реально решает. Да и урон тоже не слабенький. Ну, и вот, в общем, видим, что потихоньку урон наносим, наносим. Голем дошел к вышке, ну, мини-голем дошел к вышке, взорвался. Так, а что у нас? У нас яд. Ну, в принципе, яд плюс зап мы добиваем. Противник вообще, ну, ему реально тяжело. Вот сейчас, я бы, я не знаю, как сносить ему башню. То есть, это нереально на данный момент. Ну, и все, выбрасывается яд. Только, почему-то он еще не выб... Стоп. Я не знаю, почему Декстер еще не добивает на трешку, хотя, уже давно можно было добить. Давайте поставим на x2. Возможно, он просто фанится уже в конце. То есть, ну, там было понятно, что яд и зап добили бы 250 хитпоинтов. Вот такой вот повтор этой колоды. Давайте посмотрим, не когда. И давайте посмотрим, не когда это я отзыв. Еще один повтор, кстати, вот против такой же колоды. Давайте посмотрим просто, как нужно обыгрывать такую же деку. Потому что это будет полезно не только для вас, а и для меня в частности. Потому что я, если буду брать эту колоду, я хочу знать, что нужно и куда выбрасывать, если там такая или иная ситуация. К примеру, да, поставил противник голема, что мне в этой ситуации делать? Тоже ставить голема, либо, ну, в общем, или в противоположную сторону. Ну, то есть, нужно вот мне все это узнать, и давайте смотреть, собственно. Значит, ну, получилось так, что мы поставили голема, и противник также повторяет наш ход, и нам навстречу ставит своего голема. Дальше он выбрасывает стражи, мы ставим хижину гоблинов. Готовится, вижу яд. Готовится, да, я думаю, если будет ночная ведьма, почему-то он поспешил, я бы подождал бы еще какие-то карты, но, смотрите, голем подходит к вышке, фуловый практически, противник тоже накрывает нас ядом, и получается, ну, урон будет относительно одинаковый, то есть, что он нам нанес, что мы ему. Хотя, я думаю, что он чуть больше нанесет, да, чуть-чуть больше нанесет нам противник урона, но там не критичная цифра будет. Плюс 100, ой, плюс 100, 100 где-то хп. Ну, да, я был прав. 100 хитпоинтов разница. Вот, значит, противник поставил хижину за вышкой. Кстати, хзы почему? Так бы голем агрился на хижину. И смотрите, сколько гоблинов накопилось, и 182 хп остается у нас. Сразу перед ведьмой мы успеваем поставить голема, за счет того, что у нас колода относительно недорогая, но средняя цена, конечно, 4, сколько там, 4 и 3, но все остальные карты по 3, по 4 эликсира, призрак 3 эликсира, мега миньон 3 эликсира, летучка 4, то есть, даже если ты выбросишь голема на 10 эликсирах, то есть, у тебя есть карты, которыми ты можешь отдефать того же там хога, или, ну, к примеру, там гиганта, или еще кого-то. То есть, за счет этого колода работает без сборщика. Это круто, на самом деле. Я люблю недорогие деки с големом, я вообще люблю деки с големом. Ну и вот так получилось, мы снесли вышку. У нас осталось 182 хп. В принципе, я могу считать это как тоже минус вышка. Пускай счет 1-1, и смотрим продолжение. Естественно, еще надо добить вышку, но я думаю, что там яд на хижину и на вышку, и, в принципе, два зайца будут уничтожены. Окей, итак, идет атака. Ночная ведьма с големом с нашей стороны и со стороны противника. Сейчас будет идеальный яд на этих, на ведьму, на стражей, на мега-миньона. И это все еще взрывается под големом, и полностью все уничтожается. Он ставит голема, и у нас жив мега-миньон, у нас живет еще ночная ведьма. То есть, наши карты еще остались в живых, и получается, что мы еще раз дефаем голема теми же картами, на которые потратили эликсир еще до этого. То есть, ну, тут, конечно, мы по эликсиру его уже обыграли. Но, в принципе, у нас сейчас такая же ситуация. У противника еще стражи были живы, летучка, еще ночную ведьму он подкинул, но он потратил только что яд, чтобы добить левую башню. И вот сейчас это ему, конечно, даст о себе знать. Ему не хватит эликсира задефаться, он выбрасывает ведьму. И у него сейчас стражи, но они не помогут, потому что у нас сейчас поизон, где поизон, ну, вот он поизон. Там я бы еще запнул. Ну, там даже без запа гоблины добивают башню. Вот как-то так. Отличная игра, противник злится. Ну, в принципе, да. Я бы тоже злился, если понимаешь, что вроде одинаковые колоды, а ты все-таки проиграл. Так, против лавы мне неинтересно. Тут вообще странная колода, пламенный дракон еще и инферно. Давайте посмотрим. О, ну вот, 5800 кубков против О. Вот это хорошая колода у противника. Гоблинская бочка с мега-рыцарем. Я, кстати, ее искал, не смог найти. Вот хорошо, что я сейчас записываю видео против нее, потому что я именно с этой декой хочу еще поиграть. Ну, давайте посмотрим, как ее мы выиграли. Так, забрасывается гоблинская бочка. Мы ставим хижину и мега-миньоном дефим банду. Ой, банду гоблинов. Это яд от противника, я понимаю, да? Да. Яд от противника уничтожает хижину гоблина, наносит урон по вышке и по нашим юнитам. Выбрасывается принцесса и выбрасывается так, что пойдет на левую сторону. На самом деле, принцесса в основном выбрасывает противоположную сторону, которую оттачишь. Ну, окей. Голема поставили так, чтобы принцесса не сагрилась на вышку. Да и, в принципе, опять же, я повторю, что у нас карты относительно недорогие. Мы можем сейчас еще подкинуть голему, к примеру, летучку. И вот у нас уже накопился эликсир. Но! Там мега-рыцарь, там принцесса. Ну, ладно, это все сейчас ядом уничтожится. Ну, все, летучка живет. В принципе, есть чем дефать нам мега-рыцаря. Но! Сейчас опять будет принцесса. Но она не успеет уничтожить летучку. Летучка все равно добьет мега-рыцаря. Плюс призрак. И пока просто все идет идеально. Смотрите, какое расстояние. И летучка забирает принцессу. Просто читерство, согласитесь. И если бы сейчас вышка сагрилась бы не на летучку, а на призрака, это было бы вообще фиаско для противника. И он бы потерял большую часть здоровья. Смотрите, призрак на лоу хп просто успел две тычки сделать. Это же просто. Вот почему он так ценится. Вот почему он такой популярный сейчас. И вот почему он универсальный. Потому что у него крутая способность заходить в инвиз. У него неплохой урон. И он долго живет. А что еще надо? За три эликсира это вообще круто. Это реально очень много он делает. Я думаю, что его скоро пофиксят. Я, по-моему, где-то видел инфу, что призрака должны немножко пофиксить. Это будет правильно. Потому что он реально много позволяет за три эликсира себе. Я уже говорил. Но я бы не сказал, что он прям такая имба, от которой у всех бомбит. Нет, он не такая имба. Но все-таки я думаю, что его немножко нужно порезать. Слишком он крутой за три эликсира. Согласитесь. А дисбаланса в игре и так хватает. Ну и вот видим, слева у нас голем и летучка пробрались к вышке. В принципе, там задефать уже нереально. Противник это понимает. И вообще у противника я вижу уже ступор. Он не знает, что делать. Не выбрасывает ледяного голема и банду. Призрак. А, еще и сплэш. Я забыл. У призрака еще и сплэш. Да он охренел, что ли? Откуда у него столько способностей за три эликсира? Сплэш. Инвиз. Здоровье. Неплохой урон. Что? Кого они создали? Зачем? Зачем они такую карту создали? Не, ну я не жалуюсь сейчас. Я просто так удивляюсь. Я только сейчас вспомнил, что он еще и сплэшом бьет. То есть, ну блин, это же... Ну это я не знаю, с чем его даже сравнить. То есть, он взял с нескольких карт несколько способностей. Да, и еще и стал дешевле от остальных карт. То есть, ну я не знаю. Ладно, об этом в принципе не в этом ролике будем про призрака говорить. Возможно, я как-нибудь запишу еще ролик про призрака. Вот, собственно, колоду я вам показал... А, 4-1 эликсира. Я говорил 4-3. Вот. Для дефа достаточно карт. И все они недорогие. 4-3. Три карты по 3... Ой, две карты по 3 эликсира. Две карты по 4. Ну и хижина гоблинов пассивный такой урон наносит. Все, ребят. Я думаю, что объяснять больше нечего. Все и так ясно, прозрачно, понятно. Присмотрите еще раз повторы. Подписывайтесь на канал, если понравилась колода. Ставьте лайк. Пишите в комментариях, какие еще хотите колоду. На этом прощаюсь с вами. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю удачи. До новых встреч, парни. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok